Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Некоторые вопросы по Священному Писанию неразрывно связаны с пониманием и современной православной практики. Один из таких вопросов нам прислала Ольга. Дева Мария после рождения своего сына должна была принести в храме жертву за грех. О каком грехе идет речь для женщины, родившей ребенка в браке? Является ли правило, по которому женщина ограничивалась в течение определенного времени после рода в посещении храма, которому должна была следовать и Богородица, всего лишь ветхозаветным, или перешло уже и в Новый Завет? Предлагаю обратить наш взор к тексту Евангелия от Луки, где описывается событие сретения Господня, чтобы более подробно порассуждать на тему вопроса. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как и предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающего же сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Женщина, родившая младенца мужского пола, считалась нечистой семь дней, и еще 33 дня не могла ходить в храм и участвовать в общественном богослужении. По истечении этого срока она должна была принести в храм Агнца для жертвы всесожжения и молодого голубя для жертвы за грех. Вот как написано в книге Левит. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет семь дней, как во дни страдания ее очищением, она будет нечиста. Восьмой же день должна быть у него обрезана крайняя плоть его. И 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста две недели и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончанию дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего Агнца вовсе сожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу с киньей собрания к священнику. Он принесет это пред Господом и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон о родившей младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести Агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного вовсе сожжение, а другого в жертву за грех и очистит ее священник, и она будет чиста. Принесение Агнца или барашка было довольно дорогостоящей жертвой, и поэтому в законе было предусмотрено так называемое жертвоприношение бедных. Именно такую жертву принесла Дева Мария. Также, согласно закону, каждый перворожденный мужского пола как среди детей, так и среди животных был посвящен Богу. Этот закон указывал на милосердие Бога как источника жизни. В книге «Чисел» 18 главе поясняется, что первенец из людей должен быть выкуплен. В законе установлено, что за сумму в 5 шекелей это приблизительно 72 с небольшим грамм на серебра родители могли выкупить у Бога своего сына. Эти деньги уплачивались священникам, но не раньше, чем на 31 день после рождения. При этом приносить ребенка в храм было необязательно, но так как Иисус был туда принесен, а также учитывая, что евангелист не упоминает о выкупе за младенца. Из этого может следовать, что он был посвящен для служения Богу, как некогда Самуил, и когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву. Нечистой считалась только мать, но не отец ребенка. Возможно, местоимение их было употреблено, чтобы показать верность Иосифа в служении Деве Марии и Богомладенцу Христу. А возможно, что евангелист под местоимением подразумевает мать и ребенка, как наследников иудейской традиции. Но так или иначе остается загадкой, почему евангелист употребил множественное число в данном контексте. Давайте также порассуждаем, для чего той, кто до Рождества, в Рождестве и после Рождества прибыла девой, необходимо было соблюдать правила закона, которые были указаны для обычных женщин. Ведь бессеменное зачатие и непорочное рождение исключало всякую нечистоту. Святитель Филарет Дроздов пишет, «Есть обстоятельства, в которых, хотя закон и не обязывает сам собою, должно, однако же, исполнить его в точности, частью для того, чтобы не соблазнить ближнего, частью, чтобы подать ему наставление. Ее совершенная чистота была тайною, которой еще надлежало остаться неведомою. Поэтому она не могла оставить общую обязанность, не показавшись как бы нарушительницей закона, то есть не подавши соблазна. Всем случае повиновения закону было для нее обязанностью любви». Как мы видим, понятия о ритуальной нечистоте были весьма четко прописаны в книгах закона Моисея. Касательно нечистоты женщины после рождения ребенка, то она основана на особом отношении иудеев к крови. Мы можем вспомнить в качестве примера историю с кровоточивой женщиной, прикоснувшейся к краю одежды Иисуса. До тех пор, пока женщина могла иметь послеродовое кровотечение, пока не затянулись ее раны, она находилась в покое. Ее не беспокоили различными ритуалами иудейской религиозной культуры. Да и в современной православной практике женщина в течение сорока дней не посещает храм и не участвует в таинствах. Это не означает, что она считается настолько нечистой, и священники должны сторониться от нее, как от прокаженной. Ведь согласно канонам церкви, если есть большая нужда, то священники у такой женщины и исповедь примут, и пособоруют, и причастят святых христовых тайн. Многие из отцов видят в данном церковном правиле, которое предписывает после рождения женщине не посещать храм педагогическую, мудрую цель. Ей необходимо не бежать в храм на исповедь и причастие, а всем своим умом и сердцем прилепиться к своему чаду, не оставлять его ни в коем случае. А время посещения храма еще придет. Главное нам, дорогие братья и сестры, и помнить, что всему свое время. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Господи!